МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Технического колледжа имени Виктора Поташова об этом узнают сразу. Поколения разные, а общего много. И служба, и завод. Расскажем историю об огнеупорных защитниках Отечества. Полвека нога в ногу. И завод, и город. На родине КамАЗа в набережных Челнах дали старт празднованию 50-летия с начала строительства автогиганта. Торжество прошло в городском дворце творчества детей и молодежи. Гостями праздника стали ветераны автогиганта. На сцене выступила заводская молодежь и городские творческие коллективы. На первом празднике в юбилейной череде побывала и наша съемочная группа. В фойе дворца гостей встречала третья заключительная часть выставки город-машиностроителей. Экспонаты на этот раз охватили период с 1969 года по настоящее время. Мини-экскурсию для руководства провели сотрудники музея, а первопроходцы искали себя на ретро-фотоснимках. Среди них Рамиль Азаматов, который был принят на завод под счастливым 13 номером. Дело, которым мы занимались, оно процветает. Значит, мы были правы, когда работали. Значит, мы единомышленники, мы победители, а это всегда сплачивает людей. Сплоченный коллектив не тронуло время. И чтобы доказать это, новое поколение заводчан представило трогательную творческую постановку о первых днях большой стройки. Подготовка номеров подарила молодежи и новые знания. Узнать историю немножко, сначала строительство КамАЗа, как все строилось, и как бы постараться передать воспоминания, чтобы собрались ветераны, немножко вспомнили, как вот они начинали, как вот они приезжали. Компанию заводчанам-театралам составили творческие коллективы города и студенты техникумов. Вместе с годом юбилея КамАЗа стартовал год рабочих профессий. Связывает событие одна нить. Город и автогигант вместе уже полвека. И успех совместный. Дороги мира бороздят более двух миллионов КамАЗов. Увидев КамАЗ, я как инженер-механик говорю, понимая, что это такое, как будто увидел родного брата. На самом деле, о, КамАЗ, о, из наших челнов. Поэтому и КамАЗ, и набережные Челны сегодня всемирно известный город и всемирно известная марка. Конечно, в этот год все проекты невозможно реализовать, но самое главное, в 2019 году будет дан старт и положено развитию города на несколько лет вперед. А планы грандиозные. И направлены они в первую очередь на развитие челнинской молодежи. На то, чтобы нынешнее поколение КамАЗовцев стремилось вкладываться в город так же, как это делали предшественники. Виктория Евсеева, Дмитрий Кравченко, Вести КамАЗа. Еще в прошлом году штампово-инструментальному корпусу кузнечного завода был присвоен статус эталонного. А сегодня здесь полным ходом идет работа в рамках первого этапа инвестиционного проекта по модернизации завода. На участке изготовления штампов завершается монтаж оборудования. Затем предстоят пускналочные работы по запуску электроэрозионного станка и трех вертикальных обрабатывающих центров с ЧПУ. На КамАЗ приехали специалисты фирм-изготовители оборудования, которые помогут с установкой, а также обучат кузнецов. Все подробности у Тагира Закирова. Кузнецы провели большую работу по подготовке площадки в штампово-инструментальном корпусе. Старое оборудование демонтировано, проведен ремонт, готовы наливные полы. В рамках очередного этапа модернизации предприятия были приобретены 4 единицы оборудования. Приобретены 3 вертикально обрабатывающих станка и 1 эрозионный станок. Данное оборудование позволит кузнецовому заводу воспроизводить оснастку высокого качества. Данное оборудование тоже было закуплено для увеличения выпуска штамповой оснастки для производства коленчатых валов фирмы «Фольксваген». В связи с ростом объемов по выпуску паковок, наше старое оборудование не справляется с этим объемом. Все оборудование – лучшие мировые образцы, и их уже устанавливают. Для скорого и успешного монтажа приехали мастера от фирм-производителей. По их словам, станки отвечают международным стандартам и потому используются по всему миру. Теперь и кузнечный завод оказался в числе передовых компаний. На многих наших предприятиях находится фирма «Боинг», аэрокосмическая промышленность вся практически на этих станках. Есть и другие, конечно, но большое задержание этих станков. Ну и КАМАЗ вот решил тоже. Планируется, что уже в середине марта работа на участке закипит в полную мощь. Всего же на реализацию проекта реинжиниринга завода потребуется около трех лет. Он охватит сквозную цепочку производства, изготовление оснастки, штамповку и все другие сопутствующие операции. А это в конечном итоге позволит выпускать изделий в четыре раза больше. Тагир Закиров, Эльмира Гойнудинова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Все ключевые сборочные операции КАМАЗа в одном месте. Уникальный комплекс для качественной подготовки кадров, оборудованный учебный центр прямо на производстве, уже готов принять заводчан. Расположился учебно-технологический комплекс прямо на заводе двигателей. Возможности у новой площадки много. КАМАЗовцы смогут получать здесь навыки по профессиям сборочного производства, логистики, контроля качества и другим. Сегодня комплекс готовится к приемке на высшем уровне. Все ли готово? Узнать отправились наши корреспонденты. Здесь моделирована максимально приближенная к реальности обстановка конвейера. Организована сборка узлов и агрегатов с установкой картеров, кронштейнов, колес, мостов, двигателей, трансмиссии. План по оснащению центра полностью выполнен. Настало время объемной работы по наполнению и обкатке модулей обучения, которая охватывает до 80% основных производственных операций. В рамках проекта реинжиниринга нацеливались на то, чтобы подготовить, создать систему, которая будет готовить квалифицированных специалистов, которые могут участвовать в производстве различных автомобилей КАМАЗ. То есть самое главное для нас в любом случае – это персонал, который умеет квалифицированно работать, выполнять требования производства, читать чертежи и работать в соответствии с соками, с технологическими картами и процессами. В рамках перехода на штатный режим работы комплекса разработана дорожная карта. В тесном сотрудничестве с двумя заводами КАМАЗа при разработке учебной программы предстоит учесть все особенности производства, адаптировать образовательный модуль под его реальные задачи. Мы запрашивали данные по дефектности исполнительского характера, сворот качества автомобильного завода. Потом эти данные все переработали в диаграмму Парета, выявили наиболее группу дефектов, которые имеют наибольшее влияние на всю массу дефектов. И в первую очередь постарались разработать учебные материалы для устранения проблем с этими дефектами. На ярко освещенной площадке сосредоточенно работают бригады завода двигателей и автомобильного. Здесь эти опытные рабочие выступают в качестве экспертов. Смотрят организацию постов, подбирают инструменты, оснастку, отрабатывая тонкости учебного процесса со специалистами, которые будут в дальнейшем обучать персонал. Мастера приходят, даже технологи, они учились, у них есть общие базовые знания, но сборка все равно отличается от этих базовых знаний. Постоянно модернизируется все, меняются детали какие-то, меняются у нас моторы, модельный ряд. Комплекс воплощает системный подход к подготовке высококвалифицированных кадров. Здесь уже обучились пилотные группы. Готовятся целевые программы и под специфику нового модельного ряда – К5. Обучение продолжают тестировать. А в дальнейшем при запуске окончательно сформированных курсов и программ планируется мониторить, как влияет обучение на качество продукции КАМАЗа. Маргарита Кузьмина, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Теория не заменит практику, принцип которой вновь укрепляется в национальной системе подготовки кадров. У студентов техколледжа имени Виктора Поташова с этим подходом давно все в порядке. Возможность узнать об особенностях работы термистов есть не только во время лекций, но и на мастер-классах на КАМАЗе. Именно для них ежегодно завод двигателей организовывает встречи, на которых подробно рассказывают обо всех нюансах термогаливанического производства. Студенты уверены, полученный багаж знаний непременно им понадобится в будущем. Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Этого принципа придерживаются на заводе двигателей. Поэтому мастер-классы для студентов будущих термистов стали традиционными. Учащиеся колледжа побывали на термогаливаническом производстве. Здесь им показали, как проходит термическая обработка деталей. Рассказали о принципах работы печей. Впечатлил, наверное, сам завод, потому что он обширный очень. А новые печи Ипсон, которые были, получается, все создано так, что рука человека больно не задействована на заводе. И все сделано через электронный тип. У студентов возникло немало вопросов. И на каждый специалисты завода дали квалифицированный ответ. Это позволит более осознанно применять полученные знания и навыки на практике. Цель проведения мастер-класса для того, чтобы они были в форме, значит, теоретическое знание закрепляли с практическими знаниями, значит, воочию смотрели на оборудование термических печей. В лаборатории студентам рассказали об особенностях оборудования, которое работает на термогаливаническом производстве. К слову, в этом году многое было обновлено. Это называется программа «Тексомед», в которую входит микротрегномер японский, и микроскоп японский. Значит, с помощью этих приборов мы можем анализировать стали и проченостные свойства, то есть определение микротребности. Данные мастер-классы проводятся два раза в год, но знакомство ребят с производством этим не ограничивается. Ежегодно на заводе двигателей проходит практику более 150 студентов техколледжа. А после окончания учёбы молодые люди устраиваются сюда на работу. Екатерина Романова, Эльмира Гайнудинова, Михаил Матвеев. Вести КамАЗа. Больше всего им хотелось поскорее вернуться домой. Считали дни. В этом признался каждый. А поколение постарше даже слезу проронило, вспоминая тяжёлые минуты разлуки с близкими. На кузнечном заводе встретились защитники Отечества, которые не так давно вернулись из армии на КамАЗ, и те, кто служил в Афганистане. Было о чём рассказать друг другу, и было о чём помолчать. На дружеской, словно семейной встрече, угостили чаем и нашего корреспондента. Двоюродные братья Сафармурад и Аман вернулись из армии друг за другом. Оба работают огнеупорщиками в ремонтно-механическом цехе. Кстати, как и отец Сафармурада. Аман, вспоминая службу морской пехоте в Севастополе, рассказал о красивых пейзажах, которые повезло увидеть, и об особом чувстве, которые испытываешь в роте почётного караула. По городу даже идёшь, по Севастополю, ты весь в белом, с карабином. И там вот всё чётко, там всё это отлажено, отточено. Люди там все подбегают, можно сами сфотографироваться. А Сафармурад служил в Ростове-на-Дону в спецназе генштаба. Подробно про службу расспрашивать не стали. Уж много там военной тайны. Но про интересное имя нашего героя мы просто не могли не спросить. Моё имя означает «путешествие мечты». Сафар – это путешествие, Мурад – это мечта. Назвали меня в честь президента Туркменистана, так как мой дед очень восхищался этим человеком. Оправдывая своё имя, молодой человек любит путешествовать. Поэтому и служить ему нравилось. Новые люди, новые места. Самое яркое армейское воспоминание – первый прыжок с парашютом. Страшно было. Не понимаю, что происходит первый раз. Ты пытаешься как-то спастись, даже забываешь о страхе. Нормально всё прошло? Нормально всё прошло. Первый раз нормально. Ну, второй раз было страшнее, потому что уже знаешь, что будет и каково это. Всего наш герой совершил 16 прыжков. И волнительными были все. Последние с высоты 4000 метров. После службы в армии Сафар Мурад ощутил особый вкус к жизни, стал увереннее в себе. Рассказал молодым о своей судьбе и афганец Шамиль Фазлиев. В Афганистане он отвечал за доставку боеприпасов и продуктов в батальоне материального обеспечения. Ездили под обстрелами. Видел то, о чём забыть уже не сможет. Поэтому не скрывает слёз и помнит, чего тогда хотелось больше всего. Вспоминать родных, близких. Стараться не поводить. Молодому поколению Шамиль Фазлиев пожелал достойно нести службу. Теперь уже в рядах заводчан. А ребята, в свою очередь, обещали быть на торжественном вручении наград девяти афганцам кузни. Они будут удостоены памятных медалей. 30 лет вывода советских войск из Афганистана. Кристина Маматова, Михаил Матвеев, Вести КАМАЗа. Рабочие, слесари, наладчики, контролёры, инженеры, технологи и даже экономисты закружились в кармалинской кадриле. Народным танцем астраханских казаков дизелисты поздравили защитников Отечества с 23 февраля. Мы хоть и с небольшим опозданием присоединяемся к поздравлениям. А перед тем, как попрощаться на сегодня, напоминаем, что наша следующая встреча состоится строго по графику. Следующий понедельник, 4 марта в 18.00 на телеканале Челны ТВ. Этот выпуск Вестей КАМАЗа для вас провели Павел Михно и Ксения Чернильцева. Всего доброго. До свидания и ещё раз с праздником. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok